Представители австрийской компании рассказали, что все их 18 заводов – это предприятие полного цикла. Там представлены все технологии переработки и утилизации мусора. В Сочи же отметил глава курорта своя специфика. Здесь нет мусорных полигонов, они рекультивированы. Город перешел на систему ноль отходов, то есть не захоранивает их, а вывозит. Но эта схема не экономичная. Я знаю, что в Австрии переработке мусора уделяется особое внимание. Я сам был там, посмотрел, по сути дела, мусороперерабатывающие заводы и те заводы, которые перерабатывают вторичное сырье. Очень большой опыт у вас накоплен. Я думаю, что вы сможете поделиться с нами своими наработками и обсудим вопросы двустороннего взаимодействия. Сейчас идет работа с компаниями Ростех и Хитачи по проектированию в Сочи мусороперерабатывающего завода. Но город готов рассмотреть и другие решения. Мусор, который ежедневно выбрасывают в контейнеры, можно разделить на три основные части. 40% – это органика, 20% – бумага, остальное – пластик, металл и стекло. Многое из этого можно использовать вторично. Австрийские бизнесмены рассказали, у них на родине с введением безотходной утилизации мусора тариф для населения поднялся. Но полигонов в стране нет. Все идет на переработку или сжигание. Однако в случае с Сочи необходимо учитывать курортную специфику. Надо отметить, конечно, что я здесь недолго. Я только вчера вечером прибыл, и уже утром начались встречи. Но то, что увидел, пока передвигался по городу, производит огромное впечатление. Город удивляет красотой и чистотой. В итоге решено создать рабочую группу, которая заполнит специальный опросник и отметит требования, обязательные для курорта. На основе этого портфолио австрийская компания готова представить уже более конкретные предложения.